А жаба на самом деле была принцем, причем и зафира. Ага, а я коверская принцесса. Это чистая правда, Кли... Ага! И всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, Виктор, и мы на канале Витёф Плей. Продолжаем играть в Ведьмака 3-го, ух ты ж, в лохе 37-го уровня, нифига себе, вот это я попал. Так вот, в прошлой серии мы с вами нашли все-таки, кто убил... Я так и не помню, возлюбленный это был или нет, той девчонке, которая нам дала задание. Вот, но она оказывается, что чтобы вернуть ей это задание, точнее говоря, за наградой прийти, нужно приехать в Синфурт. Вот, но телепорт находится... Как-то... Телепорт находится рядом с этим домом. А как вы видите, в этом доме должен быть Ольгер. Но здесь что-то произошло. Сейчас мы с вами узнаем, что конкретно. Это основное задание. Я за наградой пришел, как бы. О, кошка смотрит. Это хорошо пошла. Танцы, выпивка, веселье. Ну, и нас немного занесло. Оно и видно. А где Ольгерт? Да, чтобы я знал. Где-то здесь, наверное. Нет! Умоляю! Нет! Захлопни пасть! Отпустите меня! Оставьте! Заткнись! Я с вами хлеб делил! Пили вместе! Воевали рядом! А вы хотите меня убить? Я же один из вас! Может, ты был когда-то, а теперь уже нет. В чем его вина? А тебе-то что? Не твое дело. Так, давай спокойно поговорим. О, а что сразу так нервно? Ты оглох, что ли? Убирайся отсюда, выродок! Я лишь хотел узнать, что здесь происходит. А вот и не узнаешь! Проваливай! Уйду, когда вы мне скажете. Да чего же ты упрямый хер! Атаман велел его казнить. Ну что, мы тебе сказали? Так вали отсюда, не мешай. Так. Давайте. Не надо нервничать, поговорим спокойно, отпустить его. Так, надо пойти к Атаману и сказать, что я его с собой забираю как награду. Вы сказали, что Ольгер приказал его казнить, но не сказали за что. А тебе не все равно, ведьмак? Все равно. Просто любопытствую. Он нарушил дворянский кодекс. За это только одно наказание. Смерть! Терминатор, что ли, какой-то. Вы с ним не закончили? У меня уши вянут от воплей. О, Гераль. Ты здесь. Значит, в каналах все прошло благополучно. Ты же был там? Ты убил моего отца! Не я. Лжешь! Ублюдок! Этот человек убил его сам, без моего ведома. Его разозлило, что твой отец отказал нам в ночлеге. За это своеволие и нарушение дворянского кодекса он и был казнен. Что за жесть вообще происходит? Что еще для тебя сделать? Убрать ее. А этот вообще? Нифига себе такой, не поможешь, говорит. Вытащи. Походил он бессмертия попросил, да, у этого чувака? Так на чем мы остановились? Зачем все это представление? Хм, разве же это представление. Человеку иногда надо вкусить немного безумия, чтобы освежить вкус к жизни. Судя по тому, что у тебя на лице, ты знаешь, о чем я говорю? Ты бессмертный? Смотря что ты под этим понимаешь. Да, убить меня нельзя. Но это вовсе не так приятно, как может показаться. Жить вечно не означает жить полной жизнью. Так это проклятие. Проклятие? Нет, не думаю. Скажу тебе так, будь осторожен в своих желаниях, ведь они могут исполниться. А ты потом будешь бодаться с последствиями. Что-то я не улавливаю. Если ты знаешь, что тебе почти невозможно причинить вред, начинаешь рисковать все больше и больше, покуда не обнаружишь, что уже ничто не может развеять твою скуку. Вся соль в том, чтобы миновать эту точку и увидеть за ней новые возможности. Ты знаешь, что это такое? Я не уверен, но догадываюсь. Ты связался с опасным человеком, ведьма. Я убил бестию в каналах. Ну, мои поздравления. Тебе полагается награда. И ты можешь взять себе что-нибудь из дома, если там еще что-то не догорело. Трудный был бой. Когда я убил чудовище, оно превратилось в человека. Ты знал, что так будет? Ну, конечно, знал. Иначе бы он тебя в это не впутывал. Гюнтер-один снова пришел поливать меня грязью. Нет. Я пришел получить долг. Но сначала ты должен... Найти помощника, чтобы исполнить три твоих желания. Вот он. Геральт из Ривии. Так. Нравится мне, кстати, голос Гюнтера. Он прям такой какой-то... Хватает за позвоночник, можно сказать. Я еще не знаю, что принц жабы это правда. Он сказал правду? Ты знал, что жабы это проклятый принц? Не только знал, но и сам приложил к этому руку. Да ладно. Он не упоминал об этом? Это весьма поучительная история. Я расскажу. Ольгерд был некогда влюблен в прекрасную девушку по имени Ирис. Но ее родители выбрали себе в зитья афирского принца. И Ольгерд возненавидел его. Сначала он хотел его убить. Но счел, что это слишком просто. А потом обрек его на страдания. Жалкую жизнь в обличье жабы. А когда ему наскучили мучения принца, он решил убить его. Твоими руками. Напомни мне, Одим. Кто должен выполнить три моих желания? Мой помощник. Геральд. Так убирайся прочь. Не желаю видеть твою рожу дольше, чем необходимо. Блин. Как все-таки над мимикой разрабы поработали. Прям все чувствуется, все читается с лица. На конюшне. Мои люди уже собираются в путь. Что-то дом тоже должен был сгореть за это время, мне кажется. Ух ты, сколько текста. Давай, не хочу вмешиваться в ваши дела. То, что он сказал о принце, правда? Это ты превратил его в жабу? Может, и я. А может, этот тупой афирский борчук просто чего-нибудь нажрался. С ними никогда не угадаешь. Не знаю, жратвы, от которой можно чудищем стать. Тогда поди напил с какой-то дряни. И я наложил проклятие. Из мести. В полном отчаянии. Я тогда был другим человеком. Выкрикнул проклятие в гневе и даже не подумал, что оно может исполниться. Так, отмазался. Хорошо. Почему ты не сказал мне правду об этом чудовище? Хотел устроить сюрприз? Я просто хотел, чтобы кто-нибудь убил жабу. Откуда я мог знать, что заказ примешь ты? Когда на моем пороге появился ведьмар, я подумал, что это даже к лучшему. Все-таки вас за этим и учат. Может, его бы удалось расколдовать? Может быть. А может быть и нет. А впрочем, зачем? За тем, что это человек. Паршивый афирский пес – это не человек. И горевать о нем нечего. Че-то же у вас с господином Зеркало какие-то споры. Мне бы не хотелось вмешиваться. Поздно. Ты уже вмешался. Он однажды помог тебе и теперь просит вернуть долг. Я угадал? Да. Ну так теперь ты не избавишься от него, покуда не вернешь. Но будь спокоен. Я придумаю такие задания, что тебе их нипочем не выполнят. Молодец вообще, спасибо. Сделай все, что сможешь, и отдашь свой долг. А я буду жить спокойно, пока Зеркало не найдет себе нового помощника. А если я выполню? Наверное, проще будет, если я спрошу прямо. Что я должен для тебя сделать? Дай подумать. Раз у нас нет больше крыши над головой, пожалуй, с этого и начнем. Добудь мне дом Максимилиана Барсоди. Его дом? А что ты удивляешься? Надо же мне где-то жить. А это что такое? У тебя что, боги последний разум отняли? На грязного коня хочешь сесть? Пойди прочь. Знаешь, что бы сделал Витальд, если б такое увидел? Знаю. Витальд? Мой брат. Сам мог смердеть, как трехдневный анучи, но кони у него всегда выглядели, как на параде. Никто не умел развлечься, как Витальд. Жаль, что теперь он совсем не веселится. Поэтому ты сделаешь так, чтобы он отвел душу за все это время. Ясно. Будет сделано. А третье желание? Выполни сначала эти, а там видно будет. Вот так вот. Посоветуешь что-то? Куда идти, с чего начать? Ты с ума сошел? Я не собираюсь облегчать тебе работу. Круто. Так. Где мне тебя искать, когда я разберусь с домом и с братом? Кто же знает, куда нас с компанией занесет. Вот что. Ищи меня в Корчме в Аксенфурте. В Алхимии. Договорились. До свидания. Вот это я попал, ребята. Вот это я попал. С братом сложности быть не должно, но этот дом... Как же я ему принесу дом? Я бы наоборот. Не стал беспокоиться о доме. А вот с братом будет потрудней. А типа он мне помогать будет, да? Вот это хорошо. Как мило, что ты меня подождал. Я не оставлю моего помощника на произвал судьбы. Я думал, что должен выполнить три желания сам. Так гласит договор. Но там нигде не сказано, что я не могу тебе помогать. Действительно. Думается мне, что с этими двумя заданиями тебе пригодится моя помощь. Ну давай. Как я могу принести дом? Идея. Как мне достать для Ольгерда дом Барсоди? Я знаю только одних Барсоди в округе. Они держат в Оксенфурте аукционный дом. Припоминаю. Однажды они чуть не продали с аукциона мои мечи. Но дело было в Новиграде. Они переехали. У тебя есть прекрасная возможность выяснить почему. Хорошо. Я найду их. И что дальше? Не знаю. Может быть на месте тебе придет что-нибудь в голову? Да. Возьми с собой побольше наличных. Могут понадобиться. Отлично. И где же мне бабу-то взять? Почему с братом Ольгерда мне должно быть труднее? Потому что он уже несколько лет как мертв. О, некромантии не хватало. Некромантия это не единственный способ вернуть кого-нибудь к жизни. Есть еще ритуал призвания. Это выбор между чумой и холерой. Кроме того, мне понадобилась бы кровь призванного. Кровь, разумеется. Призванного не обязательно. Вот, держи. Откуда это у тебя? Геральд, Геральд. Ты страшно любопытен. Представь, что это кровь Эвериков. И проводи ритуал. А где мне найти этого Витальда? Не могу же я делать все за тебя. Используй голову. Род фон Эвериков был известен в этих краях. Наверняка найдется кто-то, кто о них слышал. Например, та рыжая красавица. Барышня Доктор. Не забыл ее? А-а-а. Шани. Хорошо. Пора приниматься за дело. Не вижу энтузиазма. Ты же замечательно, при этом развлечешься. Спасибо. Жду не дождусь. Я, если честно, тоже. Мне понадобится помощь. Где тебя найти? Я сам тебя найду. Удачи, Геральд. Спасибо. Спасибо, мой работодатель. Ну что ж. Блин, прикольно. Так, где тут ближайший столб? Случайно не сгорел? А, нет, не сгорел. Так, побежали до столба. А, в Аксенфурт. Может, дождь собирается. Ребята, в Аксенфурт. Поговорить с Шани, тем более мне там надо. Плюс мне нужно вернуть... А... Аксенфуртский порт. Мне нужно вернуть... Что это? На меня накричали. Ни за что, ни про что. Так, Аксенфурт. Поговорить с Шани. С Шани-то мы поговорим. Нам с вами доп. задание надо задать... Поговорить с травмником. Вот это вот доп. задание здесь задается. Давайте заценим, где оно. А, вот. Прям в таверне, видать. Пошли. Все, сегодня меня не встречают стражники, которые с меня денег хотят. Так, вот она. Твой друг отомщен. Я так и знала, что ты это сделаешь, кошачьи глазки. Ну, рассказывай, кто за всем этим стоял. Стоит ей рассказывать вообще? Ну, давайте расскажем, как честно. Это были братья Ордена. Пылающие розы. Я все равно их всех убил. И что ты с ними сделал? Жег их раскаленным железом? Выколол им глаза? Спустил с них кожу? Нет, я просто их убил. Просто убил. Эх, такой красавчик и такой скучный. Вот тебе, кошачьи глазки, твое золото. Купи себе на него парунцы и куражу. 200 крон. Че-то маловато. Хорошо, пошли говорить с Шаней. Шаней. Шаней, желава Шаней. О-оу, каламбур от Витька. Так, где вход-то к тебе? А, вот здесь. Ох, женщина трет какие-то там, вещи моет, стирает. Ох, жесть. Я в какой-то лазарет попал. Народу здесь плохо, явно. Я исследовала образцы слизи. Теперь я могу приготовить противоядие. Это хорошо. Зараза в армии может быть опаснее любого врага. Твои заслуги не будут забыты. А мои? Я получу медаль в форме жабы. У нас такой медали нет. Геральт, ты в порядке? Что это у тебя на лице? Долгая история. Мы тут лекарства ждем. Может, потом поболтаете? Ах, да, хорошо. Я иду готовить антидот. Это недолго. Что-то у меня все время, когда на меня переключается экран, борода подгружается потом. Медичка, не то что эти ученые. По-твоему, все ученые и женщины страшны? Ну, чем-чем, а красотой они не грешат. Взнавал я одно. Разве не так? Ага, одна страшнее другой. Такие страхолюдины, что и палкой ткнуть противно. А как же Кейромец? Ну, это не такая, на особицу. А ты счастливчик, ведьмак. Видел я, как она на тебя смотрела. Совсем не так, как на меня. Верно говорю? Она тебе тоже нравится, да? А вам что до этого? Да ладно. Тоже мне тайна. Терево сквозь шкаф растет. Она не страшила, а ты, ну... Некрасивый, конечно, зато ведьмак девки таких любит. Ну, скажи, нравится она тебе или нет? Падла, а? Вот надо так обложить, а? Она бы только слепому не понравилась. Известное дело. А у ведьмачей говорят чувства острее наших. Вот лекарства. Это сильный концентрат, поэтому следите за дозировкой. Что случилось? Каждому больному принимать по две капли с пищей три раза в день. За три-четыре дня зараза должна пройти. Благодарю от имени Ридании. Он так губу закусывает, нежнее так. Так, значит, ты теперь служишь Риданцем. Я служу людям, лечу их. Так сложилось, что я на Риданской стороне. Но не львгардцам я бы тоже оказала помощь. Так же, как Каэдвенцам, Айдирнцам, Эльфам, Краснолюдам или Низушкам. Ты же меня знаешь. Давай, рассказывай. Выкладывай. Случая в каналах, в последний раз мы виделись, кажется, в Визиме. Угу. Да. Да, как раз, когда там свирепствовала Катриона. Мне кажется, будто это было сто лет назад. Что с тобой стало потом? Ну, я уехала из Визимы и вернулась в Эксенфорд. Закончила докторскую, открыла собственную практику. Когда началась война, меня приписали к медслужбе при штабе Риданской армии. Ну, а что теперь, когда Родавид мертв? Война еще не окончилась. Всюду хаос. Я все еще нужна. Но жаловаться не приходится. Теперь хотя бы я живу у себя дома и лечу больных. Но я всегда должна быть готова, что Риданцы снова придут ко мне с каким-то архиважным заданием. Какая-то она грустная. Надо ее разыселить, ребят. Шанни, в этот раз мне нужна твоя помощь. Так и думала, что ты навестил меня не только из дружеских чувств. Что тебя привело? Это как-то связано со знаком на твоем лице? Да. И ты должен мне рассказать, что случилось в каналах. Ух, давай расскажем. Хм, с чего начать? Оказалось, что чудовище в каналах на самом деле было жабой. А жаба на самом деле была принцем. Причем и Зафира. Ага. А я коверская принцесса. Это чистая правда, клянусь. Когда я убил жабу, явились афирские солдаты во главе с чародеем и схватили меня. А спас меня из передряги некий Юнтер Одим. Это кто? Я сам до конца не понял. В благодарность за его помощь я должен исполнить три желания одного дворянина. Сейчас мне нужно призвать дух его брата и сделать так, чтобы он развлекся, как никогда в жизни. Развлечь призрака? Как ты хочешь это устроить? Пока речь не об этом. Сначала я должен найти его могилу и призвать его. Ты имеешь в виду некромантию? Слишком опасно. Тут нужна высшая магия. Одим подсказал мне, как обойтись без некромантии и чародеек. Он дал мне один препарат, чтобы призвать духа. А еще мне нужна кадильница. Кадильницу я достану. Они есть на складе в университете. Я могу тебе ее принести. Спасибо. Не за что. Но мне это все равно не нравится. Не ворчи, говорит. Я тоже в восторге, но у меня нет выхода. Я должен призвать этого духа. Я понимаю. А кто это? Брат Ольгерда фон Эверега. Фон Эверег? Хм. На третьем курсе нам предложили на выбор факультативы. Золотые мысли иерархов или знаменитые династии Ридании. Я выбрала второе. Вот он. Фон Эбергейт. Фон Эбнер. Фон Эверег. Сказано, что брата Ольгерда звали Витальд. Он покоится в фамильном склепе рядом с поместьем. Спасибо. Я знал, что ты мне поможешь. Я пойду. Она мне чем-то по внешности напоминает Макс из Life is Strange. Я не знаю. Сундук я нашел. Сундук я нашел. Эй. Как так, ребята? Сундук, который невозможно открыть. Геральд негодует в душе. Такое не должно быть. Так, это что такое? Приглашение на свадьбу. Ребята, мы получили. Гимны, баллады. Так. Что тут? Я не думаю, что здесь какие-то классные шмотки есть. В конце концов, шмотки должны быть в сундуках. Давайте почитаем, что там за приглашение на свадьбу и на чью главное. Штанов. Так, чертеж штанов. Нет, где-то... Письмо с заказами. Так. Шани, фамилия неразборчива. Да как так? Я Шани теперь фамилию не узнаю. При великой радости, говорит, приглашаю вас на свадьбу. Хорошо. Тогда ласточки немножко глотнем, а то я как-то не лечусь нифига. Так. Давайте смотреть, куда нам теперь идти. А, может быть зайти к кузнецу, продать... Верстак бронника. Давайте зайдем, реально продадим шмотки, которые у нас есть. Нам же бабки нужны. Нам сказали, что нужны деньги будут. А у меня их маловато. Сейчас быстренько добегу. В принципе, все рядом в Ксенфурте, маленький городок. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Так, главный броннику. Броннику-броннику. Так, стоять. Давай заточим оружие, но бронник где-то... Так, что придасткий купец, а... Купец, купец. Стоп, а где-то, где-то... А, вот он, бронник-то, елки-палки. Все. Куплю, торможу. Вот дверь. Блин, нифига себе, дверь так измаскированная. Здорово, я тебя помню. Приветствую еще раз. Так что, подкинешь мне интересной работы? Не, не сейчас. Хочу просто баблоте свалить. Так, покажи товары. Покажи, что у тебя есть. О, блин, у него мало денег. Тупой топор 90 бабок стоит. Охренеть. Я уж не говорю о других предметах, которые у меня тут есть. Слушайте, так дело не пойдет. Почему у тебя так мало денег, парень? Я тебе даже продать ничего не могу. О, тысяча. Так, может быть, я у него могу что-то купить ценное. Трофеи я ему уже продавал, чувствуется. Ладно, значит, нужно будет идти опять к этому кузнецу, который в Новеграде стоит. У него там 7 тысяч денег еще. Буду продавать ему. Потому что у этих просто нет бабла. Починить давай. Блин, а я все чинить должен теперь. Нет, я буду чинить только свои шмотки. Так, и бронечку. О, теперь у него деньги появились. Хорошо, лавка. Так, продаем ему еще пару шмоточек, сапоги. Сколько у него 231? Во, отлично. Хорошо. Починился на халяву, называется. Еще будет место. Еще и деньги будут. Восхитительно. Так. Так. Там, там, там. Поместье. Где-то поместье находится. Смотрим. Вот оно где. Так, как к нему попасть? Может быть, тогда сначала подойдем к травнику, который вот здесь, насколько я помню, квест. Дополнительные задания. Дополнительные задания я тоже хочу все сделать, потому что обычно они все очень интересные. Я надеюсь, вам тоже это интересно. Да, это все рядом. Я думаю, можно даже на лошади туда быстренько доскакать. Так, лошадь. Велки-палки. Как тебя вызвало-то? Как тебя вызвало-то? Давай-давай-давай, скачи по крышам ко мне, скачи ко мне по крышам. Ну, вот оно. Сволочь. Вперед, платва. Вперед, платва. Так, здесь нельзя голопом. Тоже хочешь поцаработать? Давай-давай-давай. Как же долго. Этого не Мэд Макс, ребят. Здесь нет большой крутой быстрой машины. Может быть, после моста смогу побежать? О-е-е, поперло, ребята, поперло. О, стоп, наверх. Так, через деревья, через кусты. А, у него здесь даст телепорт есть, отлично. Будет как возвращаться быстро. Опа, кто? Опа-на, ты кто такой? Здравствуй. Особых трав ищешь, чтобы строптивую деву убедить, что можно. Микстур, чтобы себя убедить, что можно еще раз. А другие травы и микстуры найдутся? Молодец. А, рецепты мастера? Ты знаешь какие-нибудь сложные рецепты, которым ты мог бы меня научить? Всему, что я знаю, я научился от мастера Гремиста со Скеллики. Хочешь учиться ремеслу травника? Хочу научиться чему-нибудь новому. Да называй, как знаешь. Отправляйся за Великое море, отыщи остров Артскеллик. Там, в священной роще, прицветный мастер Гремиста рассудит, годишься ли ты ему в ученики. Я учился у него, я учился. Хорошо, давай, что там заказы? Я насчет заказа. Наконец-то кто-то соизволил объявиться. Только и слышу, что кругом нужда. А как даю работу, охочих нет. Люди просто ленивы, вот что. Давай к делу, если можно. Разумеется. Простите мою болтовню, это все нервы. Столько времени прошло, и никаких вестей. Я послал своего подмастерья Фолкерта в трупную чащу. Это лес неподалеку от имения Мартина Листа. У меня закончилось волокно конопли, а там этого растет до черта. И он не вернулся. Скурился, видимо, человек. Прошу вас, найдите его и приведите назад. Живым и здоровым. Ну хорошо. Не могу ничего обещать, но я поищу его. У парня есть какие-то особые приметы? Не знаю. Даже не знаю. Он низушек, как и я, светловолосый. Этого хватит? Должно хватить. Всего доброго. Ну как быстро нам квест-то выдали, а? Обычно что-то там лепечут, лепечут. А тут на, все, всего доброго. До свидания. Так, смотрим. А где эта роща? Ага. А, то есть вот она роща, а это поместье. Так, хорошо. Я не знаю, быстрее телепортнуться будет или самому добежать. Ну давайте попробуем. Этс. Так, стоп, а нельзя ли откуда-нибудь оттуда доехать быстрее? Нет. Наверное, эстаяр это самая ближняя точка. Кстати, раньше эстаяром ограничилась карта. Я точно помню, что за... За вот этим вот местом... Была серая мгла. Теперь, как видите, можно туда дальше проскакать. Ну давайте попробуем, посмотрим, что там. Ой, портал какой-то. Что это? А, подземный портал. И точно это... В этом. Подземелье там, где мы искали магичку. Я уже забыл, как ее зовут, если честно. С глазами-то завязанными. Так, найти следы полкертов трудной чаще, используя людмачье чудье. Здесь наверняка сейчас какие-нибудь столбики еще пооткрываются, нам потом поможет это быстро путешествовать. А, лесопилка, лесопилка. Помните, здесь же... Ну этого, как его... Погодите. Не здесь ли мы лютика выцепляли? Лесопилки с этой. Так, ну в принципе на месте. Давайте смотреть, что здесь есть. Так, наверное, надо все-таки внутрь зайти. Ой, какая-то светлая земля. Хотя ночь на дворе. Ла твари, так быстро! А давайте все-таки утро дождемся. Не люблю я ночью гулять в Ведьмаке. Как-то все тускленько становится. Давай. Медитейшн включаем до утра. Тем более нам нужно восстановить зелье. Ох, красота. Так, ладно. Пойду я пока без плотвы побегаю. Ну. Во, вижу. Блин, прям рядом с дорогой. И чуть-чуть не добежал, да? Это должна быть повозка Фолкерта. Вся в крови. Так. Крепленное дерево. Все фигня. Так, вон какие-то следы. Оп. Оп, следы цепляй. Я уже несколько дней запеклась. Так, еще кровь. Так, еще. Снова. О, потерял. Вон она. О, деревня РД. Походу, дело он туда попал, да? След обрывается. Надо бы осмотреться, поспрашивать. Так, расспросить жителей деревни. Хорошо. Вон там что-то красненькое, смотрите, беляется. Возможно, нам сюда. Давай, заходим. Хм. Пощение, что ни жителей-то нету. Давай, ардом. Так, вот такие, кстати, домиках. Ува. Видите, какие вещи можно найти интересные. Алкогест. Так, нет, ну здесь ничего интересного такого сильно нету. Хорошо. Что еще тут? Какая-то заброшенная деревня, никого нету. Это что такое? Так, бухло. О, люди. Привет, люди. Я, глянь-ка, у нас гость. Что ж, вы тут забыли, Милсдарь? Заблудились, али как? Нет, я кое-кого ищу. А-а-а. Ну, поможем. Чем сможем. Так, что это за место? Мне правда интересно. Что это за место? Деревня. Не видите, что ли? Я вижу брошенные хаты. А-а-а. Только мы тут и остались. Молодые все в город подались. А старики померли. Правду я говорю, я... Ага, правду. Так, подкаблучников нашла. Я еще фунтарта. Низушек со светлыми волосами. Не встречали такого? А-а-а. Был тут такой, был. Травки искал какие-то. М-м-м. Он был ранен? Я видел следы крови. Я не веду сюда. Чё-то скрывает бабра. Да вы словно своими глазами видели. Волки на него напали, и он прибежал сюда схорониться. Я ему говорила, вернитесь вы в город, барин. Хватит уже с вас. А он уперся, что должен сперва цветочков своих нарвать. Темнит, чё-то темнеет. Снова в лес пошел, да уже не вернулся. А ночью. Такой вой был слышен. Аж мурашки по спине. А где тело? Должны же были от него хоть башмаки остаться. Мы не искали. Мы люди старые. Где уж нам почаще плутать? Чё-то они мне ничего толкового не сказали. Я более чем уверен, что я его... Старушку мою спросите. Я его там не найду. Закрыто, господа. Наверняка там его прячут. В окно можно залезть? У, там какой-то классный сундук большой. Так, как туда пролезть? Здесь всё забаррикадировано. Ну-ка так. Это Ардик. Опа-на. Нихрена себе. Следы крови. Старый. Им уже несколько месяцев. Несколько месяцев. Кто-то кого-то здесь нахрен завалил. Такое ощущение. Лошадиная шкура только осталась. Креплённое дерево. Опа, светящаяся руда. Так, верёвка мне не нужна. Я не из этих. Я люблю с девушками, чтобы всё было по-честному. И чтобы они взаимностью отвечали. Лорины. Так, какая-то стрёмная здесь деревенька, я вам скажу. Что ещё здесь есть? Колодец какой-то. На нём вроде бы ничего не намазано. Так, где мы ещё не были? Вон там дальше мы не были. Так, открытая дверь. Странно. Здесь вообще всё пусто. Видимо, потому что дверь открыта. Так, что дальше? Какие-то сени. Так, там какие-то зомбари ходят. Так, что ещё есть? Вот какие-то ещё хижины. Интересно, а здесь дверь? Тоже закрыто. Отчитаться травнику о результатах. Странно. Странно. Кажется мне, что всё не так, как они рассказали. Пахнет гниющим мясом. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Может быть, они правду сказали? Что это? А, то есть я мог пойти к травнику, результаты рассказать. Но оказывается, не так всё просто. Я смотрю, какой-то погреб нашёл. Как тебе открыть? Оп. Так, там лестница. Так, ребята, сейчас мы что-то кого-то здесь на чистую воду выведем, я чувствую, да? Ух, сразу. Понятно. Нашёл. Нашёл мелкого засранца. Так, что-то ещё вкусного есть. Уголь шкура. Всё это не нужно нам. Рунный камень. Хорошо. Так. Спирт. Так, здесь что? Шкурка. Видимо, с него. Да, тут какие-то, блин, засранцы. Без ушек со светлыми волосами. Вот и Фолкерт. Жесть, без руки. В рукав не зум. Почему смерти установить не удастся? Сейчас, чувствую, ждать они меня будут на выходе, эти двое. А может быть, и кого-то призовут ещё. Ну, давайте, хрен с ними. Попросить селян, нам опять говорят. О, смотри, то есть они набор ждать нас не будут, извиняюсь. Но они сейчас будут нам кричать, что ах ты засранец, ты раскрыл нас. Будем тебе яйца отрывать. Ну-ка, ребята, давайте. Выкладывайте всё как есть. Что ж такое, промазал. Был я в вашей кладовке. Вы сели на мясную диету, да? Сударь, всё не так, как вы думаете. Хорошо бы, а иначе вы оба будете висеть там на крючах. Его волки закрысли, его и других. А мы только тела собираем, правда? Старые мы, нет уже сил, чтоб в поле работать. А есть что-то надо. Смилуйтесь, сударь. Кюдоеды хреновы, блин, убить вас всех. Я вам не верю. Люди говорят, что у ведьмаков нет чувств. Это неправда. Сейчас они в волкалаков превратятся. Самое время её утолить. Срубим тебя доскопустой. Нет, ты смотри. Прикиньте, обычные селяне оказались. Ну как, слегка за двигами. Ой. Может быть не надо было их убивать? Видимо они правду говорили, что просто... Люди. Ух, люди. Я тоже вот сейчас в шоке, что они люди, если честно. Странное мясо. Что-то я не хочу. О, ржавый ключ. О, сейчас я смогу, наверное, так войти в их дом. Так. А может быть там ещё кто-то есть? Может я кого-то спасу? Ну-ка давай, чекаем всё, что тут есть. Бутылка воды. Отлично вообще. Всё, что нужно нам больше теперь. Ничего не нужно от этого. Так, сделай сам. Бутылка воды. Почему такие классные сундуки лежат? И невозможно их открыть. Мой внутренний ведьмак негодует. Внутренний еврей, точнее говоря, ведьмак. Слушайте, неужели ничего интересного нет? Тус-энд-герцогство. А что-то должно быть интересное. Оливки. Во, наконец-то нашёл. Хм, закрыто. Странно. У меня же ключ есть. Вдвойне странно. Может быть, туда как-то попасть можно? Очень интересно. Так, а где-то здесь соседний домик был тоже закрытый. Слушайте, ну оказывается, я просто людишек убил. Что не есть гуд. Смотри, здесь всё равно закрыто. Ладно, ребят, что ж. Странновато, конечно, получилось. Не думал я, что они обычные люди. Я думал, они какие-то волкалаки или ещё что-то. Указывается, обычных людей убил. Возможно, надо было пощадить. Тут кто знает, как правильно было сделать-то. Пошли к травнику. Возвратимся, скажем ему, что... Сожрали его помощника. Нефиг одному шататься в деревням. Блин. Ну всё равно, ну человечество жрать, ну ёлки-палки. Не, я не сожалею на самом деле о том, что я сделал. Что я их завалил. Привет. Я узнал, что тебе стало. Я уже знаю, что стало с волкертом. Ну ты говори же. Я ж тут с ума схожу. Он мёртв. Это был несчастный случай. Какой? Чудовище на него напали? Можно и так сказать. Эх, золотой был паренёк. Совестливый, порядочный. Жаль его. Ну, что ж поделать. Вот ваше золото. Достатка вам. Да, вот реплики насколько глубокие. Говорит, чудовище на него напало. Ну, что-то вроде того, говорит. Похоже. Ладно, что ж, ребят, мне кажется, как раз-таки пора прерваться нам. Отправляемся в следующей серии в поместье. Больше нам это не некуда. Всем спасибо за внимание. С вами был Виктор. Канал Витёк Плей. Лайки ставьте, подписывайтесь на канал, читайте описание. Там есть ссылочка на плейлист Ведьмака, на плейлист моих других прохождений. Но если вы вдруг будете так щедры, поставите, нажмёте на кнопку поделиться и поделитесь этим видео, я буду благодарен вам очень сильно. Всем спасибо. До встречи в следующей серии.